привет дорогие друзья сегодня 15 января я нахожусь в центральном таллине недалеко возле таллинской мэрии сегодня такой небольшой снег идет у нас а я иду на прогулку по улице розе крансе вот иду на прогулочку и хочу сказать что здесь среди каменных домов обнаружился деревянный дом достаточно интересный достаточно старинный в котором на данный момент располагается ресторан располагается ресторан в окружении деревянный дом в окружении каменных построек дом интересен тем что возраст этого дома датируется 1878 годом идемте друзья дальше сегодня в выпуске новостей хотелось бы рассказать об наших делах эстонских а также затронуть тему одного ученого а скандального ученого нобелевского лауреата 62 года 1962 года джеймса уотсона дело в том что джеймса уотсона обвинили в российских высказываниях по отношению к африканцам в недавнем интервью этот 90-летний ученый заявил что африканцы уступают по уровню интеллектуального развития европейцам вот такое скандальное достаточно высказывание он сделал из-за чего лаборатория американская которой он долгое время работал успешила лишить его всяческих званий всяческих почетных званий которые ранее ему были присуждены руководство лаборатории назвала высказывание джеймса уотсона безосновательными и пока еще не доказанными сам же джеймса уотсона настаивает на том что он неоднократно раньше говорил что африканцы по уровню интеллектуального развития уступают европейцам а вот такой скандальный резонанс произошел в ученой среде и такие разногласия среди ученых по поводу является ли африканцы такими же умными как и европейцы джеймс отсон утверждает что проведенные тесты днк вернее айкью тесты айкью показали что африканцы достаточно уступают в уровне интеллекта европейцам но другие ученые говорят что это из-за того что в африке пока слабо развита наука и просвещение таким образом вот такие вот непонятки существует среди ученых я двигаюсь дальше и сегодня мне хотелось бы сказать друзья вам что в эстонии все благополучно и эстонские новости демонстрируют очень позитивную динамику несмотря на то что прогнозируется некоторое замедление промышленного и другого роста внутреннего валового продукта в эстонии по-прежнему у нас хорошие новости касаемые рождаемости хотелось бы сказать вот появилась новость согласно которой прошлом году рождаемость увеличилась в эстонии на 6 процентов по сравнению с 2017 годом также в эстонии у нас увеличилось транспортировка морских грузов морских грузов даже могу вам зачитать друзья у меня тут есть данные в общем 17,4 процента морских грузов перевезено больше в эстонии по сравнению с периодом прошлого года вот а я вышел здесь строится дом вот такой вот дом строится то есть столица эстонская столица постоянно меняется постоянно улучшается друзья а я нахожусь возле красивейшего дома который был построен на 1935 году и вот здесь так так даже выложено из кирпичей 1935 очень красивый дом один из символов украшающих эстонскую столицу друзья вот пожалуйста посмотрите дом построен в тридцать пятом году архитектор роберт натус идемте дальше так вот друзья такие у нас позитивные новости из зимнего города талина хотелось бы ответить тот факт что проведенный опрос недавно опрос был проведен значит институтом конъюнктуры эстонии показал что эстоноземельцы с оптимизмом смотрят в будущее с оптимизмом смотрят на следующий год вот посмотрите здесь строится дом жилой и как говорят представители института конъюнктуры значит дом должен быть мог бы быть построен гораздо быстрее но связи с тем что строителей катастрофически не хватает в эстонии строительство многих жилых зданий замедляется тем не менее тем не менее друзья прогресс налицо и значит по опросам населения зачитывая нас 28 процентов жителей эстонии смотрят с оптимизмом на следующий год и говорят что их доходы увеличатся лишь только 16 процентов опрошенных пессимистично смотрят на следующий год и говорят что их доходы уменьшится то есть вы сами понимаете народ в общем-то доволен здесь еще один дом строится еще один дом строится и в общем-то в ближайшем будущем эстонскую столицу можно будет не узнать все меняется все улучшается а вот такие друзья новости из центра города таллина здесь у нас даже вот смотрите предвыборные стенды в марте месяце будет значит выборы парламент выборах парламент и вот одна из представительниц партии реформ рекламирует себя перед этими выборами с вами был Денис спасибо за экскурсию всем добра до новых встреч